Это студия занимается дизайном, она находится в Риге, и сейчас мы про нее немножко расскажем. Эта студия была основана в 2002 году, у этой студии уже более 140 работ и более 1000 клиентов. Студия занимается логотипами, созданием логотипов, графическим дизайном, веб-сайтов, флеш-роликов, презентаций. Для начала могу сказать, что нам было легко с ними договориться, они сразу пошли к нам на контакт и предложили нам, что мы можем к ним приехать. Договаривались мы с ними довольно-таки заранее, примерно где-то в начале февраля. И они сразу, после где-то 3-4 писем, они нам предложили, что вы можете приехать, и 19 февраля вы можете позвонить нашему менеджеру и договориться о сроках. Нас интересовал процесс создания веб-сайтов. Мы хотим связать свои профессии как-то с интернетом, с информационными технологиями, и поэтому поехали наблюдать за работой в студию. У них очень много крупных клиентов, и вот один из крупных заказов был сайт для арендов у банка. Он был создан в 2005 году. Небольшая команда. Мы видели почти всех, кроме двух человек. Вы разговаривали почти с каждым лично, и он рассказывал о процессе своей работы и то, в чем он занимался. Некоторые люди показались с нас очень интересными, и много нам чего рассказывали. Игорь Гарниер рассказал нам о процессе работы, о том, как они распределяют задания между всей командой, о том, как они принимают заказы, как они договариваются с клиентом, то есть заказчиком. Директор нас познакомил со всеми работниками. Дальше мы наблюдали за работой дизайнера, флеш-аниматора и руководителя проекта. Нам повезло, у флеш-аниматора было много свободного времени, и мы с ним... ...работи, он нам показывал свои работы, научил... ...также мы много разговаривали с нашим дизайнером, который показывал свои работы, то, что он делает и чем занимается сейчас. Вот одна фотография, проект-менеджер и один программист. Вот этот программист. Чем вы собираетесь в будущем заниматься? Программистов, нет? Ну, как бы, да. Я хочу, лично я хочу стать кем-то в работе флеш-аниматора, я хочу одновременно быть дизайнером и программистом. Это мы наблюдаем за работой дизайнера. ...это я тоже предложил любезно тоже. Главный выход есть. Это мы наблюдаем за работой флеш-аниматора. ...нам очень-очень... ну, лично мне очень понравилось... понравился Дель Сеней. ...ээээ... мне очень понравились... ...эээ... они очень интересно, ну, нам рассказывали о своей работе, пошли к нам на контакт. И я не пожалел, что поехал именно в эту студию. Я тоже могу с этим согласиться. И мне... ...немного удивило их непонужденное общение, то, как они работают в офисе и каждый занимается своим делом. У них играет такая музыка интересная и работают в хорошей атмосфере. Да, очень дружественная атмосфера. И еще меня удивило то, что они могут приходить на работу в то время, когда не захотят. Но они должны отработать, по-моему, я точно не помню, по-моему, 8 часов, но они могут приходить в любое время. Допустим, если я пришел в 12, я уйду с работы в 8. Если я приду в 8 часов, я уйду в 4. Вот так. Но это фиксируется? Фиксируется время приходить? Ну, вообще... Или это просто качество? На честное слово. На честное слово, да. Вот. Как это повлияет на выбор моя профессия? Ну, вот перед тем, как ехать в студию, я собирался связать свою жизнь с информационными технологиями. Но теперь я уж точно уверен, что я как-нибудь спряжу и, наверное, стану или дизайнером, или программистом. Я еще не определился, но с компьютером я свою жизнь хочу связать. Где этот курс? Какая профессия? Какая профессия? Какая профессия? Какая профессия? Ну, вообще, вот мы говорили об образовании с работниками. Они вам сказали, что в Латвии, если мы хотим чему-то научиться, то надо, как бы, искать какие-то курсы. Потому что в высших учебных заведениях нас не научат ничему такому, что нам может пригодиться. Ну, а где вы будете сказать? Ну, есть специальные курсы. Ну, то есть там не обязательно надо получать высшее образование. Нам надо просто пройти какие-то курсы, получить, ну, дипломы, какие-то подтверждающие, что мы, ну, готовы вот к этой работе, что мы можем работать вот в этой профессии и нас могут принять на работу. Когда там принимают на работу, там смотрят только в ваше портфолио и... То, как вы владеете материалом, и как вы можете работать по своей должности. Ну, я не согласна с этим выражением, как я сказал Максим, что у нас плохое образование. У нас в этой должности, как говорится, только начинают и начинают лисы. Ну, нет таких специалистов, которые не должны дать образование, да? Да... да, все, ушел. Скажите, вот еще, для вас не вопрос. А есть какой-то день и теней. Помогли бы попасть туда? Я думаю, не верно. Может быть. Нет, да? То есть, вот этот день помогает попасть? Нет, попасть, но ты смогли, но... Ну, лично я, я бы не стал с кем-то не договариваться, ни о чем. Ну, ты где-то слух, да? А так надо. А так да, надо. Ну, ясно. Скажите, ребята, там количество клиентов... 100 или 1000? Более 100 миллионов. Это данные довольно старые, это прошлогодние данные. В этом году у них уже за год изменилось количество клиентов. Ну, прибавилось, естественно, количество клиентов. Они создали новые работы. В каком языке общаются? Все общаются на русском языке. А кто-то присоединил во время, когда вы там были клиенты со стороны? Нет, мы слышали телефонные звонки разные. На каком языке? На латышском. А, ясно. А тут в Замберии все-таки на латышском, да? Знание языков обязательности. Да. Керементность. Ну, думаю, те, кто работает с клиентами, им это все-таки обязательно. А те, кто работает... Какие языки? С клиентами? Да. Думаю, латышский, русский, ну и английский. И английский все-таки, да? То есть мало каких клиентов. Все. У одноклассников есть вопросы? Нет. Спасибо. Так, мальчики, пожалуйста. Что там было у нас? Мой письмо уже как-то целовали. Спасибо. Спасибо.